Всем-всем большой привет! Получила я сегодня заказ по последнему каталогу Фаберлик номер 18 в 2016 году. Уже, как и многим девочкам, пришел первый каталог 2017 года с зимней распродажей. Давайте я покажу, что же я заказала по последнему каталогу. Впервые я взяла последнюю новинку мыла для кухни. Это с цветочным ароматом орхидеи. Аромат мне очень понравился. Правда, из бутылочки я еще не пробовала им мыть. Но вообще, эти мыла замечательные. Мыла для кухни, они действительно устраняют запахи. Единственное, что мне в последнее время стало казаться, что чуть хуже, чем раньше. Иногда приходится два раза намоливать ручки, чтобы запах рыбы, например, селедки смыть. Также было предложение, если берете в бьюти-кафе два продукта из одной серии, то скидочная там цена. С сестрой взяли два вот таких мыла жидких. Штрудель с мороженым. Мне очень понравился аромат. Пахнет для меня шарлоткой. Вкусно. Выпечка и яблочки. Мылом и мороженым я не чувствую аромата мороженого. А вот такая вот выпечка с яблочком очень вкусна. Сестра свое уже забрала, а мое вот осталось у меня. Очень давно через меня пыталась знакомая заказать вот этот аромат из серии Оранжерия Орхидея. Очень долго на нашем складе его не было. Постоянно было, висело, что нету, нету, нету на складе. Ну вот, наконец-то завезли. Единственное, я его так и не открыла, потому что это не мое. Просто для декорации больше показываю. Ничего о нем не знаю. Очень, конечно, хочется потестировать аромат, но не получится. Также в заказе у меня в этот раз было несколько средств для мужчин. Заказали вот такой симпатичный пакетик. С широким достаточно дном. Вот он такой. И сейчас вам покажу, какие средства из серии Ланселот у меня заказали. Это был гель для бритья и лосьон после бритья. Тоже шла акция. Если берете два средства, то желтые ценники уже срабатывали и было более выгодно. Гель для бритья стоил 79 рублей по каталогу, а лосьон после бритья 119. По-моему, хорошая цена. Аромат мне очень нравится этот мужской. Надеюсь, кому будут дарить, тоже понравится. Далее. Взяла себе вот такие влажные салфетки экспресс-помощь. Они мне нужны для сумочки, потому что сейчас я пользуюсь, например, тональными средствами. И куртка у меня застегивается достаточно высоко. И как бы вот вниз подбородком получается, я немножко пачкаю воротник курточки. И поэтому стараюсь, чтобы такие вещи с салфеточки были всегда под рукой. Можно было быстренько как-то навести порядок и быстренько так постирать на ходу вещи. Новинка. Такая, знаете, двойные у меня чувства вызвало. Вот такой спрей-блеск для волос. От стайлинг. Вот из этой серии. Я увидела у Вики Попридухиной. Викуля, если смотришь, привет тебе большой. У нее так красиво блестели волосы в этом спрее. Так мне понравилось, что я подумала, что будет очень красиво, когда солнышко, даже летом. Ну, просто под хорошее настроение можно попшикать. И также можно волосы свои украшать перед роликами. Потому что мне понравилось, как у Вики на черных волосах блестело. И подумала, что на моей длине тоже будет неплохо смотреться. Такой красивый, какой-то деликатный блеск. Но, как оказалось, на деле, я когда на себя его наносила, этот блеск попадает и на руки, и на грудь, и на лицо. Как я не защищалась, но он у меня блестит везде. Не знаю, будет вам видно или нет. Но этот блеск у меня по всему телу. Сейчас я вам попробую показать. Но свечение у него очень-очень деликатное. Прямо мелкие-мелкие, настолько мелкие вот эти частички. Мне видно хорошо, но мне кажется, вам тоже должно быть хорошо видно. Вот это вот лёгкое-лёгкое переливание. Ну, буду всё равно пользоваться. Буду блестеть. Я же дам блестящее. Много раз уже об этом говорила. Ну и самое интересное. Было предложение, если на определённую сумму в каталоге берёте, то по супер цене шла вот такая тушь. Так, она называлась, я вам сейчас скажу, как «Мгновенный объём». Я её увидела тоже у Вики Попридухиной. Вика сделала прямо на камеру макияж, и именно этой тушью красила ресницы. В три слоя она это сделала. Мне понравился результат. Я взяла себе, и у меня взяла подруга. Но пока открывать я её не буду, потому что открытые есть, и раньше времени тоже не хочется это делать. Далее. Помады. Самое интересное я оставила на потом. Тоже была хорошая цена, выгодная по акции на некоторые помады. И также решила я заказать себе вот такую помаду. Эта помада, сейчас я вам скажу, как она называется. Полуматовая губная помада «Овация». 349 рублей шла она. Я сначала хотела взять лиловый твит, но когда уже выбирала, передумала, и взяла в итоге, сейчас скажу, ягодный кашемир. Артикул 43033 у этой помады. Выглядит она вот так. Тут написано «Фаберлик». Тут идёт зеркало. Я её ещё не открывала. Буду открывать вместе с вами. Открывается она, как я поняла, вот так нажимаете на кнопочку, вылетает сюда. И вот сама помада. Лёгкий, приятный аромат. Приятная. Давайте посмотрим, как она рисует. Вот так она наносится. Написано «полуматовая», но у неё есть такой небольшой глянец. Вот так смотрится. Но мне нравится. Давайте вот так её поставим, чтобы было видно. В общем, это было, получается, ягодный кашемир. Следующие губные помады уже шли по хорошей цене, по 155 рублей, если берёте на определённую сумму. Первую, которую я себе взяла, 45,98. Это из серии... Сейчас скажу я тут. Так. Сатиновая губная помада, сияние в цвете, розовое кружево. Давайте смотреть. Тоже не открывала, вместе с вами буду открывать. Заказ только мне муж принёс, у нас минус 20. Только мужей на мороз. Сама я не рискнула. Так, сейчас как тут её открыть-то, чтобы она всё частями открывается. Ну, сейчас я вот тут. Надо было, конечно, сначала открыть, потом сесть снимать. Всё, получилось. Так, розовое кружево. Ой, какая розовая! Прямо самый настоящий розовый цвет. Тоже очень приятный аромат. Даже, мне кажется, приятнее, чем у первой. И вот такая красивая. Нежная розовая. Мне нравится тоже. Какой-нибудь из этих помад я сегодня буду с лицом ролик снимать. И вот какой-то воспользуюсь. И третья помада, которую я взяла себе, это карамельная вспышка 445-81. Также сатиновая губная помада. Нет, не 80. Да, 81. Нет, не 81. Подождите. А вот! 465. Это уже не сатиновая. Это перламутровая губная помада. Миллион переливов. Тон карамельная вспышка. Вот. 465. У нее уже дизайн с окошечком. Я ни разу не брала именно такие помады. У меня это будет первая. Ее я открыла совсем быстро. Давайте посмотрим. Ой! Более такой ягодный уже цвет. Карамельный, да. Согласна. Ну, давайте посмотрим. Он наносится полуматого. Вот, считай, смотрите, сколько рисую. И вот она только дала цвет. Ну, все три помады мне понравились. Мне кажется, очень красивые. Прямо очень понравились. Вот такая вот. И последняя помада. Это вот как раз 4581. Это помада «Радуга на Венере». Из сатиновой губная помада. Я вам ее покажу. Но сводчить не буду, потому что это помада моей подруги. Мы на нее только посмотрим. Она сказала, открывать можно. Когда я не решаюсь это делать, то меня она ругает. Говорит, почему не открыла? Я ролик смотрела, ждала. Давайте. Ой, какая яркая. Она вот самая яркая. Такая ярко-ярко-розовая. Прямо сочная. Она сочнее, чем вот эта моя. Вот видите, прям поярче. Ну, подруге моей пойдет. Она яркая женщина. И ей пойдет такой цвет. Тут написано «Фаберлик». Аромат тоже приятный такой. Цветочный, сладкий немножко. Но эту закрою, чтобы она случайно у меня не упала. И по баллам. Решила я баллы отоварить, потому что не знаю, буду ли я заказывать следующий, вот в первом каталоге. Но решила взять по баллам мыло за 15 баллов. У меня там было всего 17. Лимонное монпансье. Очень люблю вот этот вот кисленький аромат. Монпансье вот этих карамелек леденцовых. И цвет такой позитивный, солнечный. Я думаю, будет и в ванной радовать, и настроение поднимать. Вот такие три красивенные помады, которыми я осталась довольна. Все три разного цвета. Сейчас одну из них нанесу. Вот, кстати, нижняя видно, что она действительно полуматовая. Эти блестят больше, а эта уже такая прямо поспокойней. Может быть, я сейчас... Ну, я сейчас все попробую на себе, на какой-нибудь остановлюсь. Вот такой был заказ по 18 каталогу. Огромное спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за внимание. Встретимся уже в следующем ролике. А сейчас всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...